Здравствуйте, дорогие мои любознательные зрители! Приветствую вас в нашей химической лаборатории! Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто присылает мне письма. Я с радостью отвечаю на все вопросы на сайте нашего телеканала «Радость моя». А некоторые из них дают мне повод для интересного разговора здесь, в студии, в нашей передаче. Вот, например, любопытное письмо. Саша Перевалов из Ярославля пишет. Дмитрий Иванович, я обнаружил, что на дне почти всех пластиковых бутылок нарисован треугольник из стрелочек. А внутри цифра один. Что это значит? Браво, Александр! Я хвалю тебя за твою наблюдательность. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, но начну издалека. История обыкновенной стеклянной бутылки насчитывает несколько тысяч лет. В течение многих веков это хрупкое создание считалось идеальным сосудом для хранения жидкости. 20-й век, век революции. В науке, в технике, в искусстве, буквально во всех сферах человеческой жизни не обошла революция стороной и нашу героиню. Кончилось её безраздельное господство. Появились у неё сильные конкуренты. Пакеты из ващённой бумаги, алюминиевые банки. Но окончательно свергла её с пьедестала новая королева. Бутылка из прозрачного пластика. Итак, главная героиня нашей сегодняшней передачи – обыкновенная пластиковая бутылка. А теперь вопрос. Из какого же пластика делают бутылки? Александр обнаружил на дне бутылки вот такие вот странные знаки. Давайте попробуем разгадать этот шифр. Ну хорошо, я вам подскажу. Посмотрите вот на эти буквы. Они означают полиэтилентерифталат. Да-да, тот самый лавсан, полиэфир, полиэстер. У него много названий. Тот самый замечательный полимер, о котором мы говорили в одной из наших передач. И именно этому полимеру человек присвоил первый номер. Да, на сегодняшний день пэт, так сокращенно его называют, является самым распространённым синтетическим материалом. Преимущество бутылки из пластика очевидно. Во-первых, она лёгкая, а во-вторых, она не бьётся. Ребята, если вы внимательно осмотрите пластиковые предметы, которые попадаются вам под руку, вы заметите, что почти все они маркированы таким же треугольником. Но цифры внутри попадаются разные. Давайте разберёмся, что означает каждая цифра. Итак, под номером два. Загадочный HDPE. Раскрываю секрет. Это полиэтилен высокой плотности или высокого давления. Вот этот предмет, вот эта баночка, по-моему, как раз из него. Да, вот он. Номер два. Полиэтилен высокого давления. Идём дальше. Третий номер. Буквка В латинская. И это, друзья мои, вам знакомый винил или поливинилхлорид. Вот он. Смотрите. Пи-ви-си. Третий номер. Четвёртый номер. Опять полиэтилен, но низкой плотности. Low density. Из него делают пакеты. Вот он. Под номером четыре. Пятый номер. ПП. Что такое ПП? Про это ПП меня спрашивает Иван Петров из города Владивосток. Вот что он пишет. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Я хотел бы узнать, что такое полипропилен и для чего он нужен. Друзья мои, полипропилен очень похож на полиэтилен, но в отличие от полиэтилена он выдерживает перепады температур. Из него делают контейнеры, в которых можно замораживать продукты и которые можно ставить в микроволновку. Кроме того, из полипропилена получается замечательная прочная верёвка. Следующий номер шесть. Буковки ПС. Полистирол, друзья мои. Вот он. Он бывает белый. Из него, кстати, делают вот эти вот коробочки для йогуртов, сметаны и так далее. Вот он, шестой номер, если вам видно. Он бывает также прозрачный. Ну, седьмой номер. Здесь написано слово «ада», то есть «другие». Бывают ещё и другие полимеры, которым ещё не присвоен номер. Ну, например, поликарбонат. Мы про него с вами говорили. Итак, с цифрами и названиями мы разобрались. Но что означает вот этот вот неизменный треугольник из стрелочек? Этот знак означает, что данный пластик может и должен быть подвергнут вторичному использованию, вторичной переработке. Друзья мои, а давайте мы с вами дадим новую жизнь вот этой вот бутылке. Сделаем из неё что-нибудь полезное. Ну, например, кормушку для птиц. Это проще простого. Так. Одно окошко уже готово. Всё. Наша кормушка готова. Я предлагаю сразу же её повесить. Пойдёмте на улицу. Друзья мои, человечество производит колоссальное количество мусора. Пластиковые отходы – это болезнь третьего тысячелетия. Вот сюда я повешу кормушечку. То, что учёные непрерывно создают, синтезируют новые полимеры, материалы на их основе – это замечательно. Тот прогресс, стремительный прогресс, который мы сейчас наблюдаем во всех областях, был бы невозможен без применения новейших материалов. Но создавая новые, несуществующие в природе вещества, человек должен подумать, а что с ними будет потом. Ведь в природе всё, абсолютно всё продумано. Увязший цветок, отсохшая ветка, попадая в землю, постепенно перегнивает и превращается в плодородную почву, на которой вырастут новые цветы, новые деревья. А что будет с брошенной пластиковой бутылкой? Ничего. Природа не включает полиэтилен-терефталат в свой круговорот. Об этом должен подумать человек. Ну, как говорится, любишь кататься, люби саночки возить. Подсчитано, что небольшой город, 100 тысяч населения, выбрасывает в месяц 20 тонн пластиковых бутылок. И это число непрерывно растёт. Друзья мои, если не будет вторичной переработки пластиковых отходов, страну ждёт экологическая катастрофа. Ну, наконец-то и в нашей стране сбор и переработка пластиковых бутылок и других пластиковых отходов постепенно начинает сдвигаться с мёртвой точки. Вот появляются специальные контейнеры для сбора пластика, возникают заводы по вторичной переработке, но, ребята, до сих пор огромные запасы пластиковых бутылок, сотни тысяч тонн, лежат на свалках. Ну, пока правительство вместе с учёными решают проблему, как утилизировать пластик, люди находят использованным бутылкам самое неожиданное применение. Вот смотрите, например, если отрезать бутылку вот так наискосок, из неё можно сделать замечательный совочек для сыпучих продуктов. Правда? Из пары пластиковых бутылок получается замечательный тубус для хранения и транспортировки карт, постеров, плакатов. Вот, смотрите. Делаем раз, делаем два. Вот, очень удобно. Лёгкая лукошка для сбора ягод. Вот, смотрите. Руки свободны. Если вам вдруг подарили много цветов, а все вазы в доме уже заняты, что делать? Вы отрезаете пластиковую бутылку, минута, и дополнительная ваза готова. Если большие пустые пластиковые бутыли плотно закрыть крышками и скрепить между собой прочным скотчем, получится плот, на котором можно плыть. Да. Воздух, заключённый в бутылках, не даст этой самодельной конструкции утонуть. Вот, смотрите. Вот такой плот сделан из бутылок, обмотанных скотчем. Вот он в действии плывёт. Вообще, ребята, не нужно ограничивать свою фантазию. Полиэтилен терефталат – очень прочный материал, легко податливый, легко режется ножницами. Он бывает разных цветов. Из него можно сделать много полезных вещей. Огородники используют обрезанные бутылки для выращивания рассады. А если у большой бутылки отрезать дно, получится замечательный мини-парник. Да, вот ещё. Я вспоминаю светлый праздник Пасхи. Я помню, как в этот день, стоя у церкви с зажжёнными свечами в руках, во время крестного хода мы пытались как-то уберечь пламя свечи от порывов налетающего весеннего ветра. Прикрывали рукой, сворачивали из бумаги какие-то фунтики. А в последнее время я стал замечать, что люди приспособили для этой цели всё ту же пластиковую бутылку. Вот смотрите. Отрезаешь от бутылки верхнюю часть, надеваешь на свечу, и вот уже у нашей свечки появляется такой прозрачный плафон, и никакой ветер теперь ей не страшен. На этом я прощаюсь с вами. Присылайте свои вопросы по адресу Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставляйте свои вопросы на сайте нашего телеканала. До новых встреч! Всегда ваш Дмитрий Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова